Здравия соратники! Сегодня с вами Фельднадзор. Благодарю всех за замечательные отзывы и комментарии к первой части видео. Сегодня вторая часть видео про Бангладеш. Кирпичная готика, точнее, кирпичное, я бы сказал, ювелирное искусство Бангладеш. Сегодня мы продолжим изучать причины, которые мы посетили. Напоминаю, что мы посетили вот эти вот развалины. Замечательные. Там огромный комплекс из этих развалин. Слева у них все обряжены, все разрушены. Справа уже идет путь. Я специально скомпоновал, чтобы выканулить ваше время в две полосы. Посмотрите, по всему месту вот такие вот развалины, как слева, были с каменным основанием. Вот мы уже, по своему тюрьму, посмотрите, какие балки железные, длинные, замечательного качества железо, балки по всему потолку. Поскольку я снимал не под тему вон на телефон, пожалуйста, давайте поразминаем шею сегодня. Но это лучше, чем обрезать видео, потому что есть, чтобы посмотреть. Вот, например, вот эти вот лилии, так называемые, почему-то над входом, над узорным входом. И над ними вот эти вот колечки, на которых что-то вешалось. Смотрите, как это расположено все. То есть на этих колечках что-то было напротив этих лилий весело. Это на заднем фоне. А вот мы входим в главный вход дворца. Мы поднимаемся сразу наверх, потому что в комнатах ничего интересного. А мы идем к самому интересному, чтобы экономить ваше время. Смотрите, на высоту колонн, высоту этажа в целом. Из чего сделано? Прекрасный чугун, литьем, на колоннах, между колоннами и наверху балки. Замечательные балки, продольные трешки. А вот мы уже на крыше. А вот мы на крыше. Типичный такой бангладешской крыши. Посмотрите на красоту. Мой рост метр семьдесят. Ничего так высота, да? Вот вообще. С трудом подняв руку, я могу дотянуться до края этого парапета. Говорят, что было некое землетрясение, которое подшибало кучу этих вазочек. Вот в третьей части мы посмотрим на одну расколбу такую вазочку, и будет много чего интересного в ней. Вот с одной стороны. Хрен его знает. Вот что это такое. Зато вид отличный, отличный просто вид. Супер. Да, на еще один храм. Шинджой. Вазочка. И вот еще один вид. Снял пару фоточек с этого края у дворца, с крыши. Замечательный вид. Что-то я сомневаюсь, что в 1495 году построено этот дворец. Потому что размеры явно не совсем человеческий. Вот так выглядит сверху. Тот дворец, который мы видели. Вот так вот эти изоляторы с этими громоотводами, как местные называют. Вот эти изоляторы, зачем они? Вот даже если это в них ртуть, то что, вот эти все антенки, которые с крыши удалось хорошо снимать, они расположены в одном управлении, как-то соосном, в одну сторону, в одной плоскости. И зачем эти изоляторы? Просто они меня смущают. Просто будет воображение. Это место, это место. Когда-то все это было в таких вот кружевах, а потом пошибало. Здесь более старые фотографии, где вот такие вот солнышки везде. А вот, посмотрите, ну, развернул, лучше ее не ломать. Вертикально поставил, но мне не нравится качество. Давайте по-прежнему вернемся к разминке шеи. Я решил обойти по периметру крыши, посмотреть, как все устроено. Он выглядит маленьким, этот парапет. На самом деле, я поднял камеру наверх, и с высоты 2 метра я снимаю, смотрите. И я с трудом вижу, что там наверху этого парапета. И это не просто парапет какой-то. И вот это не просто кувшины, не просто вазочки. Такие вазочки есть везде по всему миру. В Казани видел много, в Питере. Именно на крышах, по периметру крыши. А вот этот квадратик почему-то, что это такое, я не знаю. Но вот на другом, противоположном конце крыши. Что там было в этом квадрате, но явно не цветок. Цветок был вазу поставить какую-нибудь. Вот посмотрите фотографии, которые я сделал. Прекрасное литье, качество. Смотрите на высоту 1 и 2 этажа. Особенно 1 этаж выше. Вот мой рост. А вот там, смотрите, что еще над этим моим ростом. Над этим рядом виньеток. В общем-то все. Потому что ничего более интересного, больше интересного нет. Мы пойдем посмотрим в другое место. Буквально 500 метров. Но было видно. Пройдемся до следующего храма шева. Подножаем разминать шею. Там стоял заборчик интересный для беспроводного электричества атмосферного. Там что-то и были такие интересные для ламп и люстр. Говорят, я вместо спешки, что это такое, они были. А на будущее, потому что факел оставлять. Мы видим следы копоти на стенах. Тут нам открыли даже в 4-позор. Там стоит замечательный большой шивлинг. Я не знаю, что это. Какое оно место называется? Это шивлинг. Говорят, что это как умное. Я постарался свернуть вытянуть, но все равно. Вот в Майдл. В стон. В всякой случайной фотографии он. Но по мне это какой-то технический инструмент. Прибор, прибор, из-ка сухой. Это вода, это стекало. Это обмотка сверху. Лекарга культ меня немножко напрягает. Говорят, что внизу еще такая же зеркально-противоположная структура. Еще столько же внизу. Но одна часть замена на другую. Стиль немножко другой. Не как кирпичный, но похоже. Такие же проемы. Почему-то кто-то выскоприл и уничтожил все изображения людей. А там были люди. Говорят, что это боги. Вспихивают все на пакистанцев, которые воевали. Смотрите, замечательные резонаторы. В центре кажутся шинопроводы, которые идут на крышу. Резонаторы, пожалуйста. Если их подводить, они будут замечательные излучать. Что-нибудь было изображено в стране. Знаете, что на этих куполах? Ну, это рупоры. Просто динамики. У меня нет другого. Это просто динамики. Особенно вот этих. Вот их позвоночник будут. Такие излучатели и в котических соборах стоят. И, ну, везде. Что-то в куполе излучалось. Как с овощи. Содрали все изображениями. Руки ботерва. Это люди. Но это сделано специально, чтобы мы не знали, кто пришел здесь раньше. Станис. Вот еще один рупор. Динамик. Просто динамик. Это афастическая система. Для передачи вибраций. Из них торчат штыри. Коим-где их обломать. Чуть позже покажу, что они еще висят. Это просто идеальная афастическая система. С идеальным пропорциям. Но он слайки на рост. Уже сдался мой проводник. Говорит, да. Для free electricity. Видите, это? По-моему. Мои фэнс. Это что? Руки были. Или что? Я прошел по периметру. Хотя я замерить бы в идеале. Но штыри торчат. Вот их позаботить и будут отдельно они излучать. И приемные. Да, как в готических соборах. А вот то место, где остались тренировки идущие у нас. Говорят, что это были колокола. Но колокола не просто колокола, потому что изначально ни в этом было крыши. Не было бы измотанного языка. Билла. Называем его билла. То есть чем извлекают звук сейчас? Потому что раньше был маленький звук, колокола сами по себе. В колокольнях даже не было бы лестниц. Не только в наших, так называемых, православных, христианских. Они идут. Там нет никакого соединения. Это продолжение. В Непале один колокол, так называемый. Вверху за что прицепить есть. А вот сейчас мы заглянем вниз. У диски колокола. Там очень четко будет видно кое-что. Другой материал. Язык. Замечательно. Видно, что припаяли эту хрень. Билла. Язык. Это явно чужеродный материал. Вот она не была. Из другого материала сделал. Видите? И то же самое у нас. Ну что? Это не просто колокол. Это рядом стоит строение. Нет времени абсолютно по всем лазить. Там есть еще очень много разных интересных структур. Но некогда. Вот это все Бангладеш. Рядом буквально. Вот это тоже рядом. Немножко походил. Там еще лазить и лазить. Там много-много интересного и вкусного. Как-нибудь доберет. Это еще один храм рядом. Тоже сожженный без крыши. Вот это. Знакомая структура. В России такие видел. Вот. Видно, откуда был удар. И как что было. Это я напомню. Этого же храма. Который показывал. Это типичный вид. Теребия вокруг. Вот таких вот живут люди. Иногда. Просто таких домов полно. Вот. Обычный дом был Гладешский. Ну вот это вот. Как спиральная антенна. Это тоже рядом. А проснулся корнями. Но он какой-то тоже храм. Вот куда я не дошел. Но посмотрите. Слева форт в Индии. Справа. То куда я не дошел. Рядом было. Ну хватит об этом. Мы поедем в другое место. Называемая мечеть. Почему-то называют шести купольной мечетью. Она находится недалеко. А это тоже замечательное ювелирное искусство. Выраженное почему-то в кирпиче. Вот взяли ювелиры и решили кирпич подоливать. И вот еще один пример такого зодчества. Скажем так. Находится недалеко. Тоже возле искусственного водоема прямоугольного. Вот круглых озер полно встречал. И понятно почему они круглые. А вот прямоугольных чет ни разу. Природных не встречал. Типичная такая русская усадьба. Это 300 километров от пути. Они это называют мечеть. Ну с какого перепула. Они это мечеть называют. Эта мечеть там на парке. Гранитное основание. Цветочки сразу на ворот. Вот явно искусство. Действующая мечеть так называемая. Там молятся. А теперь это не тяги. Между первым и вторым этажом проложен гранитная перемычка. Все как по науке. Все как плодается. Как это называется усиливающий контур для кого-то. Сейчас так строят. То есть делают такую перемычку. Ничего о пророке Мухаммеде вообще. Вот абсолютно. Никакого упоминания. Не о Будде. На мечеть. Назвали мечеть. Ладно. В другом месте в Индиде был участок форта. Такое же. В районе такая же конструкция. Здесь немножко другие изразцы. Но они тоже замечательные. Уникальные. Кладка такая. Ни какой-то промежуткой между кирпичами. Просто нет. Я не знаю как раствор делать. Как будто в плавили кирпичи до суда. Явно оплавлено. Оплавлено. Не грибок это называет. Это не грибок на хрен. Естественно тут я не спрашиваю ни о чем не стал. Они не так задолбали. Ну это шедевр. Это просто шедеврально. Ю-кантри-нейм. Турция говорит, что нет, Россия. Оставали. Видишь, что чувак с камерой. У меня тоже нет слов. Как это делали? Конечно не так изящно все, как в храме Шивы. Но явно один стиль, один материал и одно время изготовления. Но хоть убейте. И один тип строения. Просто другой вид трансформаторной подстанции. Ничего общего с религией нет. Опять же время одно. Это говорят. 1300 какой-то год. Он был 1600. Конечно, на бунт. Случайно выборку дату. Сейчас мы обойдем вокруг и посмотрим что-то в другой стране. Не могу дотянуться до второго этажа, но и первого этажа хватает. Здесь, в общем-то, просто красивая трансформаторная подстанция. Без изысков. Без какую-то нагрузку биологического, информационного. Просто красивый кирпич. Но не ожидал, что Бангладеш такое. Кирпичных домов здесь полно. Все станции, что российские станции, полустанки, что Бангладеш. Копия. Один в один. Я проехал с Удадаки 500 км. Замечательно. Никакой разницы. Британцы строили. В России нам тоже британцы строили. Скоро умалчивают. Но вот это неожидал. Красота. Кладку, как подобрать? Это почти как полигональная кладка. Но там гранит, понятно. Гранит сложнее. Но, видимо, гранит как-то и ссяк после первого нападения. И начали строить инфраструктуру из того, что было. А был кирпич, и пошло массовое кирпичное строительство. Странное дерево, оно что-то пустое внутри, но живое. Но живое. Я только не знаю. Хорошо. Они вот эти саркофаги называют могилами. Томпс. Это какие-то пульты управления. Это тоже технические инструменты. Трибор. Как саркофаги. В кирамидах. Это же самое пульт управления. Как пультури. Стояли камни. Кробики. Ускоримся. Чтобы зайти внутрь и посмотрим, что внутри. Нужно разуться. Сейчас я поснимаю снаружи. Конечно, был вонсайд. Я при этом сказал, что если что, то становится. Мне пофиг. Я всем говорю, там Crazy Russian, и от меня отстали. Здесь тоже есть узорчики, но меньше, чем у нас. Но красота. Просто красота. Я не знаю. Есть элементы гранита, кану. Но в основном исключательство. Динамики сверху. Без моей зачем-то эти палки подключены. Значит, что-то не было. Какой-то инструмент крепили. Приборчик какой-то. Как и в российских церквях. Вот эти ниши. Не для красоты, не для хранения. Сейчас используют этот хранитель. Но изначально, судя по узорам, так называемым волноводам. Которые такой формы именно для резонанса с некими вибрациями, с этой же энергией. Что-то было в этих нишах. Как и на горку. Это стоило 26 генераторов в ряд куполов. Под куполами что-то пойму. Еще одна ниша. И очень-очень толстые стены. И очень удивительная, изумительная кладка. Особенно вот эти купола, выложенные из кирпича. Которые мы только попробуем. В общем-то почти все. Очень толстые стены. Видите, вот двойные, как в термосе. И в них ниши. В Тульском Кремле, в Московском Кремле тоже такие же арки. Тоже толстые стены. Пока никаких выводов. Просто наблюдения. Немножко затянулось наше изучение. Хочется смотреть все. По всем деталям. По всеми... Освещение. Ну вот, нагулялся. Пора наружу. Конечно, уже не так интересно. Но самое интересное будет третья часть. Обещаю, куда-то идти до завтра. Домонтирую. И в этом на гора материал замечательный. Мне самому понравился. Ну вот такая мечеть. Местный на лугом в пол. Как и в России то же самое. Только бабушки чаще всего это делают. С тем же успехом можно transform over the станции минераторов. Молиться. Постучать лугом. Ну красивый, да. И это тоже красиво. Это не было мечеть. Хочется, стреляйте, хоть что делать. Это не мечеть. Чем это было, как-нибудь выяснилось. Но цветочки замечательные. Тут они типовые. Если вы смотрите, основание все еще каменное. То есть, может быть, построили позже на существующем основании того, что было до этого. Тоже версия. Никакого подтверждения. Не факт, потому что столбы тоже камень внутри. Это, чтобы вы видели примерный размер и объем цветочка. Как кирпич можно, не знаю, выдавить можно, но вот такое, обжечь, он не потрескался, он застыл. Я не знаю, как. Технически это сейчас невозможно. Я буду рад, если кто-то напишет, как это сделать. Я в идеале продемонстрирую пару кирпичей таких возрастания. Все достаточно на сегодня. Я вообще дорогая редакция. Понятно. За один месяц слишком много впечатлений было. Быстренько пробежимся до водоема. Посмотреть, вот на чего он находится. Почему-то все так называемые мечети и усадьбы в России. Они либо внутренне, искусственно выращенных, вырытых водоемов, либо рядом с ними. Усадьба Толстого, Ясная Поляна, то же самое. Завтра мы посмотрим на копию усадьбы Толстого. Но полгладыш. Так что, до встречи. Здравия, соратники, и счастливо.